Всем привет! Мое утро по-прежнему начинается отсюда. Малая сегодня дома. Покушали. Я смонтировала вчерашнее видео и пришла сюда наводить порядки. Тут уже высох пол. Хочу сейчас помыть окно и сейчас покажу, что я там сделала. Сейчас вот вымою вот это вот окошко. Сняла я предыдущую портянку и повесила чистенькую хорошую шторку. Малая сидит смотрит фиксиков, а я тем временем собираюсь. Хочу быстренько сгонять в магазин и надеюсь успею сегодня еще выпустить на улицу, потому что у нас так как-то так пасмурно. Вроде и не холодно и не жарко, но хочу, чтобы она успела сходить сегодня поиграть. Вот вчера вечером она со слезами выпустила свою одну из улиток. Она приперла домой две улитки и все, у нее прям трагедия. Я говорю на нее, говорю, так ты понимаешь, что это самое, вот, говорю, там мама ждет этих улиток, а ты, говорю, забрала от мамы. Она там такая посмотрела на меня, понесла одну, короче, выпустила. Вот и сказала пойдет вторую, наверное, выпускать, поэтому хочет на улицу. Так что вот, я собираюсь и сейчас посмотрю, что у меня в морозилке есть, что у меня в холодильнике есть, и тогда уже буду решать, что мне нужно будет в магазине. Завтра Малая все-таки идет последний день в садик. Вот думала сегодня последний день, ну то есть не сегодня, в смысле, а вчера последний день, но пойдем еще завтра. Нужно забрать еще обувь, нужно забрать кофту, где-то мы свою кофту потеряли, но она как переоделась, в итоге я даже не знаю, где она. Вот пойду спрашивать, где наша кофта, и первого числа сказали, вроде как уже отдадут документы, поэтому можно будет потихонечку проходить медкомиссию. И к двенадцатому числу уже хочу все подготовить, чтобы пойти написать заявление, сдать документы и потихонечку уже затариваться принадлежностями. Мои эти цветочки, кислица, поразрастались, капец, как уже, короче, полподоконника. И все равно цветут, что вы думаете? Вон сколько тут уже и повысыхали некоторые цветочки. Ну, довольно-таки много. Хочу сегодня полить цветы, вот, потому что уже земля попересыхала. И вот такая вот красота постоянно радует. Смотрите, что у меня осталось. Три булочки. Вот так вот, так пошли булочки. Были бы, как я говорю, невкусные, их бы даже никто и не притронулся бы к ним, поэтому вот, съели все. Вот что у нас на улице делается. Тепло, так терпимо, но не так, как было утром. Утром прям такое чувство, будто вообще лето на улице. Вот, поэтому нормально. Можно идти. Еду я уже домой из магазина. Бабуль там столько, что вам никогда, наверное, нигде и не виделось, кроме рынка. Такое чувство, будто они специально туда ходят. После одной бабушки сегодня я поняла, почему они туда ходят. Подкатываю велик к магазину, а она берет, ну там одна из, ставит мне прям на мой хлюпенький, блотник-болотник, как его там обозвать. Вот, свою тяжелую сумку. Я говорю, бабуля, не ломайте мне велосипед. А я к ларьку как раз подошла батарейки купить. Она говорит, так если у тебя такой дряхлый велосипед, так выкинь его. О-о-о, яма. Так выкинь его, говорит. Сейчас приеду, покажу вам свои покупки. Там уже малая заждалась, сто процентов. Ну, я быстро, в принципе, на велосипеде. Тут две минуты туда, две назад и десять по магазину. Итак, вот мои покупки, что сегодня купила. Значит, четыре пакетика маккофе, малой с шоколадкой, мужу йогурт, малой йогурт с шариками. Вкусный очень, кстати. Вот, две шоколадки нац, капучино. Тоже, если кто-то не пробовал, попробуйте. Это обалденнейший капучино. Обожаю. Черника мюсли. Это мне йогурт на вечер. Вот, и шампиньоны. Хочу сделать что-нибудь с картошкой. Вот такие покупки. И, собственно, вот кастрюлька, в которой размораживается сейчас мясо, поэтому именно ничего такого я не брала. Ни колбас, ничего. У нас мясо, грибы. Вот, я не знаю, планирую, может быть, там, грибы зажарю, не знаю, с пюрешкой какой, и сделаю что-то типа отбивных, ну, из мяса. Поэтому, короче, будет видно. У меня обычно я там вроде хочу одно сделать, при этом приходит муж, говорит, давай другое что-нибудь сделаем. Допустим, ну, в смысле, все продукты те же, а по факту готовим не то. Поэтому не буду я заранее говорить, но мои именно, вот, мое желание такое сделать именно что-нибудь, как наподобие пюре картофельного, либо жареную картошку, может, сделаю с грибами. Короче, посмотрим. Чё ходишь? Не холодно? Еле выгнала. Да, Чипи, ты чё? Молодец! Потому что ее мама плакать будет, если ты ее заберешь к себе. Да, я все своим окном не нарадуюсь. Вот такая вот красотень у меня. Супер. Скоро уже муж придет. Вот, я уже по дому все сделала. Осталось только за птицами пропылесосить и все. Вот. И хочу сегодня распечатать занятия для малой. С июня месяца по сентябрь мы планируем хотя бы в день, минут 15-20 заниматься. Там будет и письмо, и прочее. Ну, короче-таки мини занятия будут, чтобы сильно не расслаблялась. Вот. Потому что у нас прям сейчас полный пипец такой с этими мультиками. Она просто в это все усаживается, и ее просто не выгнать. Вот, если честно, жесть. Надо как-то это время проводить действительно с пользой, а не просто вот улица и игрушки. Понятно, это ребенок, но говорю, давай буквы повторим. Нет, не хочу. Надо приучать потихонечку к школе все-таки. Поэтому вот. Хочу распечатать, чтобы она там и руку себе как бы набивала своей этой вот писаниной. Получается, будем прописывать какие-нибудь там буквы, делать какие-нибудь аппликации, лепить, рисовать и прочее. Ну, в любом случае план у меня такой есть. И уже, в принципе, собрана такая более-менее информация, которая действительно поможет малой не отупеть уже в край до первого сентября. Судя по тому, как долго размораживается у меня этот небольшой, в принципе, кусок мяса, где-то килограмм с чем-то, наверное, то я чувствую, прямо аж поздно вечером я буду все это дело готовить. Это капец какой-то. Я, наверное, сейчас водой залью. Обычно так размораживаю, а это что-то со временем у нас сегодня немножко не попадаем. С понедельника снова начну свою программу, которую сама для себя придумала. Буду переносить все самое калорийное на утро. Ну, короче, до 12 часов дня и по вечерам будет пробежка. Поэтому как бы не хотелось, но нужно. Я своими такими методами, получается, я кушала все, что только можно. Ну, в плане, в меру разумного это понятно. И все калорийное просто оставляла на утро. И получается, с 8 утра до 12 у меня было право съесть то, что мои, к примеру, могли себе позволить вечером. Ну, не считая, допустим, йогурта. Я имею в виду, допустим, там какие-то конфеты либо что-то. Ну, вообще, я просто брала утром, ела. Иначе, если, допустим, мои будут есть одно, а я буду есть второе и буду видеть, допустим, что параллельно они едят какие-то вкусняшки, я быстро сорвусь. Но когда я знаю прекрасно, что вот они съедят час, а я съем где-нибудь там утром, мне как-то жить с этим легче. Поэтому вот. Это все созрело именно после того дня, когда я, блин, в час ночи с чем-то поела макарон. Макароны ела с курицей. Ну, короче, пару дней назад. Это позавчера, по-моему, было. Короче, думаю, все, надо брать себя в руки и далее. Короче, таким методом, что вы думаете, я сбросила, было 2,700, по-моему, 2,600-2,700. Ну, короче, неплохо. Вот. В принципе, весом я сейчас, ну, так. Не сказать, что прям на все 100% довольна. Но я бы еще килограмма 3, наверное, каких сбросила бы, это точно. Вот. И посмотрим, что из этого получится. Вот. Хочу для себя расписать кое-какие там нюансы и прочее. И буду сбрасывать. Вот. Планирую это все растянуть именно на месяц. В принципе, результат за месяц может быть больше, потому что тогда я 2,700 скинула за 3 недели. 3, да, 3 у меня недели получилось. Поэтому, в принципе, результат и неплохой. Вот. Так что. Сейчас собралась пылесосить. Вот. И вспомнила такую важную информацию. Обычно, когда я стою в зоомагазине, у меня спрашивают, а птицы сильно мусорят или нет? Ну, просто меня очень многие знают, что я там птичек развожу. Поэтому, смотрите. Я вам покажу. Через день я убираю в клетках. Вот так вот у меня выглядят клетки. Это через день. Да, Тоша? Да, Тоша? Короче, вот у них вот так все. Ну, эти вообще прям такие довольно-таки неплохие птицы. Они чистые. Вот. Это у меня Тоша с лаймой. Это у меня Ника с зефиром. Да? Сгрызли целую ветку. Недавно принесла. Вот так вот были ее оголили. Капец. Вот. Пока они на пластиковые. Вот. Надо будет поменять. Просто бедная моя яблоня сейчас уже будет голая. Вот. Моя Ника. Эта лайма, говорю, господи. И зефир мой. Ника с зефиром. Так. У них, в принципе, тоже так себе. Вот. Ну и у Ксюши с Гришей, конечно, тут. Да. Да? Грязнули мои, грязнули. Вот. И в итоге, смотрите, получается, после шести птиц ежедневно вот так это все выглядит. Сейчас я вам так как-то сбоку это все покажу. Вот. Поэтому делайте выводы. Конечно, все зависит от птиц. Эта клетка у меня просто пустая. Вот. Поэтому, если кто-то говорит, что птицы очень прям очень грязные, то я вас спешу огорчить. У меня это очень даже чисто. Вот. Я один раз в день пылесошу здесь просто. Вот они у меня для этого и подвешены, дабы под ними все там чик-чик. Вот. Сейчас я у них буду все это мыть. Тошенька мой, я клетки уже помыла. Засыпала себе капучино. Сейчас сделаю. Вот. Короче, пол кружки его постоянно практически. Обалдеть. Что туда можно так много насыпать? Хороший ты учитель, учитель. Ты ученик хороший. Детство только тяжелое было. На этом мой день будет закончен. Всем огромное спасибо, что сегодня снова были со мной. Всем спокойной ночи, либо хорошего дня. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok